В Советском Союзе у нее была просто сумасшедшая популярность. Она была лауреатом пяти сталинских премий, но ее длинная жизнь была вовсе не сказкой, особенно последние годы. Почему так произошло, об этом наше сегодняшнее видео. Марина Ладынина родилась в 1908 году в селе Назарова, что возле небольшого сибирского городка Ачинска и Енисейской губернии, ныне Красноярского края. Быстро освоила грамоту, любила читать и была непременной участницей всех детских праздников. А когда стала постарше и училась в педагогическом классе, то иногда в городском театре Ачинска даже подменяла заболевших артистов. Окончив школу, Ладынина какое-то время работала учительницей в селе Назарова, а потом переехала в Смоленскую область на родину своего отца. И как знать, была бы она всесоюзной знаменитостью, если бы и не случай. Как-то раз в село приехал Сергей Фадеев, актер театра Мельхольда. Марина познакомилась с ним и Сергей, заметив ее творческие способности, посоветовал отправиться в Москву и поступить в ГИТИС. Так и случилось. В 29-м году она села на поезд и отправилась покорять столицу. Причем сделала она это с первого раза, блестяще сдав вступительный экзамен. Строгие экзаменаторы были просто восхищение от природного артистизма Марины. Напротив ее фамилии и ведомости даже была сделана приписка «Особо одаренная». Окрыленная успехом Марина отдавала все силы учебе в институте и, закончив, было сразу принято в труп МХАТа, что мало с кем случалось. И ей предстояло играть рядом с великими мастерами – Москвиным, Кторовым, Качаловым и многими другими. Наступил 36-й год, который оказался для Марины судьбоносным. Она вышла замуж за режиссера Ивана Пырьева, с которым познакомилась на съемках проекта «Вражьи тропы». Надо отметить, что на момент знакомства с Мариной Пырьев был женат на актрисе Айди Войцек, с которой они воспитывали маленького сына. Однако любвеобильного режиссера наличие семьи не останавливало. Уже на следующий день после знакомства он признался Ладыниной в любви, а через неделю сделал то самое предложение руки и сердца. И молодая наивная актриса без промедления согласилась. Через два месяца они сыграли свадьбу и стали жить вместе. Поговаривали, что Ада Войцек, не выдержав предательства мужа, пыталась вести счеты с жизнью. Но в то счастливое время Ладынина еще не догадывалась, что чужие слезы вернутся ей сполна. В первые годы жизни вместе они были счастливы и влюблены. Их отношения были нежными и они редко расставались даже на пару дней. Марина Ладынина и Иван Пырьев много лет составляли довольно успешный творческий тандем. Иван отдавал жене все главные роли в своих проектах. А эти фильмы имели оглушительный успех. Про супругов даже ходила шутка. 11 сталинских премий в одной постели. Новость об их разводе в 62-м грянула как гром среди ясного неба. События обсуждала вся московская богема. Было множество домыслов и сплетен. Однако бывшие супруги хранили молчание. Оказывается, в силу своей влюбчивой натуры режиссер стал изменять Ладыниной с молодыми актрисами. О его романах ходили слухи и легенды, от чего Марина очень страдала. В 54-м году она сыграла в проекте «Испытание верности», где исполнила обманутую и брошенную жену. Фильм оказался почти пророческим. Да и к тому же предпоследним в карьере самой Марины. Уже через некоторое время Пырьев перестал ее снимать в своих фильмах. Дело в том, что ее именитый режиссер закрутил роман с 19-летней актрисой Людмилой Марченко. Ладынина не выдержала и потребовала развода. По одной из версий, она даже написала на него донос. Режиссер пытался вернуть Марину, просил прощения и уговаривал. Но она была непреклонна. Именно тогда разъяренный Пырьев потребовал больше не снимать бывшую супругу в кино. То есть занес ее в тот самый черный список. Он же попросил бывшую домработницу оклеветать Марину. Во время судебного процесса она обвинила ее в постоянных изменах мужу. Ладынина даже не пыталась оправдываться. Она ушла из зала суда, не проронив ни слова. А через 4 года после развода Иван Пырьев умер во сне. Марина Ладынина прожила еще 30 лет. Но остаток своей жизни она провела в одиночестве и изобвении. Замуж она больше не выходила. И в кино тоже не снималась. К сожалению, с сыном у Ладыниной тоже отношения были прохладные. Она больше никому не была нужна. Один раз как-то в отчаянии она сказала, что у нее никого нет ближе собаки. А в 2003 она попала в больницу в тяжелом состоянии. С переломом шейки бедра после падения в ванной. Кроме этого, у Марины было слабое сердце и 10 марта оно остановилось. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой истории и ее героев.